Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами мыслями о таком понятии, как реинкарнация. Это понятие предполагает следующее рождение после смерти. То есть человек умирает, и его душа, сознание идет в рай или в ад, и потом снова перерождается. То есть это практически весь индуизм, буддизм, а на ранних стадиях в шаманских культурах, у друидов, в общем, большая часть религиозных идеологий основана на идее реинкарнации. В христианстве этот вопрос как бы не существует, но мне отрицается жизнь после смерти. То есть после смерти христианин идет либо в рай, либо в ад, в зависимости от того, насколько комфортно жизнь его была в этой жизни. То есть если в этой жизни человек себя спокойно чувствует, не испытывает особых стрессов, страхов, то и после смерти его душа, сознание попадает в рай, где он себе блаженствует, видимо, до конца времен. Если он здесь совершает какие-то неблаговидные поступки, которые ведут к страху, в основном страх человека опускает до уровня животного, и он с этим страхом живя, умирая, испытывает тот же страх и попадает в ад. Ну, в принципе, восточные теории тоже не отрицают существование каких-то негативных и позитивных сторон после смерти. То есть только там более разработан сам процесс перерождения. От себя хочу добавить только, что природа придумала очень хороший механизм. То есть сексуальная энергия, оргазм, такой натуральный наркотик, который является медом, притягивающим умершие существа. Ну, я отговорюсь, еще прежде всего хочу сказать, что человек после смерти... Ну, изначально рассмотрим, что такое вообще человек. Человек создан из двух частей. То есть душа, сознание и, собственно говоря, тело. Тело — это материальная проекция сознания. Они, в принципе, идентичны. Как сервер натуральный и сервер виртуальный, может быть, так и тело и сознание, они таким же образом созданы. То есть, ежели изменить каким-то чудом гены в теле, тогда и изменяется характер, изменяется сознание автоматически. Также чудесным образом можно изменить человеческое тело, но, к сожалению, работа с сознанием — это очень сложный процесс, который, в принципе, под силу только единицам в этом мире, потому что то, что нельзя потрогать руками, очень сложно изначально даже понять, что такое сознание, что такое душа. А жить в духовном мире, жить в мире мыслей и образов сознательно — это уже высший пилотаж. Но на Востоке это называется просветление. И только такие просветленные люди могут сознательно передвигаться, перемещаться в своем внутреннем мире и видеть гораздо больше, чем обычный человек. Только из-за того, что само просветление, понятие, которое, видимо, придется сделать отдельную такую тему, оно подразумевает, что человек живет в серой пасмурной погоде. Иногда его пробивают лучики интуиции, и он начинает понимать, откуда приходят его мысли, откуда приходят, куда уходят в один момент. Но это всего лишь лучик. И потом человек снова погружается в серость. А если этих лучиков начинает очень много быть, и облака рассеиваются, и тогда становится ясность. И человек это понимает, у него не возникает вопросов о том, что происходит здесь и сейчас в каждой конкретной ситуации. То есть он видит внутреннее движение мыслей и эмоций. Так вот, когда мы покидаем свое тело, оставляем оно изнашиваться, соответственно. Если мы накопили достаточно позитивных эмоций, у нас все хорошо, мы спокойно погружаемся в свои естественные сны и летаем в своих снах. Это как бы посмертное состояние, и состояние наших снов каждоночных, оно в принципе ничем почти не отличается. То есть, единственное, что мы утром просыпаемся, а когда умираем, мы можем довольно бесконечно летать в своих снах. Но, как я уже говорил, природа придумала такой хороший механизм, мудрый механизм, без которого бы человечество уже давно вымерло, как сексуальную энергию и оргазм, который, как мед, притягивает все душки, которые летают там в своих снах. То есть, каждый человек когда-либо, ну, возможно, каждый, видел эротические сны. Так же и душа человека, сознание, летающее в своих снах, видящее сны, она в какой-то момент начинает видеть эротические сны. Источником этих снов являются зачастую близкие когда-либо люди, которые занимаются сексом. Ну, вот в какой-то жизни, допустим, была женой, в какой-то жизни сыном, в какой-то жизни бабушкой, дедушкой. А в какой-то момент мы со своими снами привычны, потому что мы видим, кто только что нам как бы близко и тянет нас к тому, что близко, что мы знаем. Поэтому, когда кто-то занимается сексом, у нас вот эта энергия, она проникает в наши сны посмертные. И мы как бы притягиваемся. Если мы были в жизни своей прошлой мужчинами, то, соответственно, нас притягивают женские аспекты, то есть женщины. И мы видим это каким-то своим внутренним взором. И в момент оргазма все душки, которые присутствуют на этом эротическом шоу в своих снах, они летят на оргазм, как на пчелу на мед. И в момент оргазма происходят семиодвижения. И если активнее женщина, значит, мужские особи больше имеют преимущество. И они влетают в лоно. И так рождается новая жизнь. И если мужчина более активен, такой, значит, женские особи восхищаются его излучением, его этой энергией. И они влетают в лоно и рождаются девочки. Таким образом, вот я вижу весь процесс реинкарнации. Если у вас будут вопросы, пишите. мы их рассмотрим. Всего хорошего. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...